по своей будущей работе и уяснить себе, что в принципе главная задача это решать вопросы, научиться решать эти вопросы с центральным аппаратом банка, звонить, требовать, не решает клерк, звонить его начальнику и главная ценность менеджера в том, чтобы он вопрос решить, а не оставил его нерешенным. Если только директор отделения не в состоянии это сделать, он ничего не добьется и никакой карьеры в нашем банке во всяком случае не получит. Более того мы очень скоро до него доберемся и заменим его на кого-то другого, потому что когда мы берем банк плохого директора, то проблема не в том, что нам жалко, что он получает свои 250 долларов, а в том, что банк умирает. Через полгода его оживить уже очень тяжело, особенно в районном центре. Когда даже каждая собака уже знает, что заходить в право с банк никакого смысла нет, там ничего не решается. Там директор у нас как в одном из отделений пьяница. И утром его приносят, а вечером выносят. Или читает как с орды, как у нас было, я много раз искал кадры в разных местах, или вообще не реагирует ни на какие пожелания, не старается вникнуть в проблему и ее решить. Потому что главное качество менеджера это возможность решить проблему. Хороший клиент, хорошие обороты, надо лоббировать его интересы. То есть и свои не забывать, но и его лоббировать. То есть можно снизить ему тарифы, например. Или выдать ему какую-то карточку. Или не говоря уже о том, что обязан поздравлять его с днем рождения. Ну и он-то вас будет поздравлять. Потому что директора отделений у нас, которые выдают по... Ну вот у нас первая пятерка отделений, там кредитный портфель, не помню, 20 или 40 миллионов, 30. Конечно, человек, который выдал миллион долларов кредитов десяти компаниям, каждый из этих директоров за честь будет подойти к этому директору и просто с ним посидеть в кафе, или поговорить о жизни, или рассказать ему о какой-то своей операции, получить какую-то оценку. Ну просто его поприветствовать. Хотя мы стараемся делать наоборот. Поздравлять клиентов сами. Но с другой стороны, когда вы дали человеку сто тысяч долларов кредита, не говоря уже о миллионе, он будет вас вспоминать всю оставшуюся жизнь. Вы практически очень большой руководитель. Когда у вас нет кредитного портфеля, то, конечно, на вас никто не плюнет. Потому что это, понятное дело, вы никому не нужны. Главная ценность этой должности в том, что это очень высокий уровень. Это выше, чем глава администрации района и даже области. Потому что фантастические возможности. Можно проводить необычные операции банковские. Можно сохранять тайну. от вас будет зависеть вся жизнь клиента. Потому что он доверяет вам и свои обороты. Чтобы не знал об этом налоговая или жулики из какой-нибудь полиции или милиции. Или тот же глава администрации. У нас есть в одном районе. Смотрю, стали открываться счета. Почему? Оказывается, в другом банке глава администрации звонит и узнает любые обороты клиента. Мы не затрудничаем с властью. Поэтому я никогда сам или никакой начальник у нас не позвонит и не скажет. Скажи, что там у него насчет. Потому что для клиента является очень важным конфиденциальность. Для него это вопрос не просто какой-то такой рядовой. Часто это вопрос жизни и смерти. Поэтому когда он у вас обслуживается, вы для него бог и царь. Так во всем мире. Это очень серьезная должность. На которую мы вас приглашали. Вот. Это то, куда вы идете. То есть помимо денег, которые вы можете зарабатывать, а у нас есть доходы и 5 и 7 тысяч, и больше долларов у таких ребят, как вы. Вот. Это еще и возможность, это еще и сила власти. Власть это само по себе очень ценное приобретение. То есть вы идете в город и все кругом шашелкаются. это идет директор ПАК. Это не просто так. Вот. Потому что даже если вы возьмете руководителя какой-нибудь компании очень крупной, ну возьмем мы там даже дома Микрософта или еще кого-нибудь. Ну я не уверен, что много людей, которые захотят с ним поговорить. Ну кроме как удовлетворить свой какой-то интерес. Ну непонятно. Чисто мне, например, было бы это неинтересно. А если вы клиент, ну с вами поговорить, да, любому зачистить. Потому что вы нужны. А директор какой-то компании он никому не нужен. Он даже крупная, громадная. Он ездит там на самолете, летая по деревне своей там или храна между городами. Но он никому не нужен. У него свой бизнес, бабки, там свои порядки и себе. Сами по себе деньги, они такого уважения как банковская должность не имеют. Потому что за вами будут стоять деньги намного больше, чем у любого бизнесмена в области, в районе и так далее. Потому что мы сегодня имеем кредитный портфель 105 миллионов долларов, но завтра он будет 205 или там не завтра, в течение года может быть миллиард и 2 и 3. Скажите, кому дать? Попробуйте выдать кредит в любые деньги. Миллиард, мы соберем для вас миллиард. Вот такая сила у вас будет. Это сила денег. Это бешеная сила. Сильней не бывает. Никто не может сравниться с банкиром по интересу со стороны окружающих. Он всегда нужен. Он может провести операцию Western Union, сказать сколько купить золота или продать или не продать. Может заказать 100 килограмм в тишине и продать. Но законно. Может ночью провести операцию абсолютно законную, потому что разница с американскими банками в семь или восемь часов. По телефону позвонить и прошли миллионы законно. Вот. Может сделать доверенность. Может пойти на уступку, когда вкладчик, не дай Бог, что-то случилось по наследству. Миллион дел, по которым он всегда нужен. Может выникнуть в ситуацию. Может еще чего-то такого сделать. Не забыть важное, что он может только в том случае, если Господь Бог вложил ему такую возможность со дня его рождения. То есть если вы будете проходить практику еще многие годы. Практика для вас только начинается с момента, когда вы приступите к своим должностным обязанностям. Потому что на самом деле то, что вы узнаете на практике, это ничто. А дальше мы сразимся и посмотрим, кто из вас чего стоит. И тот, кому удастся пробиться, это еще 20-10% на высший менеджмент. Перспектива высшего менеджмента вообще невероятная. Я встречался с президентом Бельгийского банка. Вот как делают банки. Воспитывают таких, как вы. И продают их. То есть он стоит миллионов долларов. Он должен был возглавить здесь один из банков. Потом это не произошло, потому что этот банк организовывала одна из промышленных компаний. Он и состоялся. Но я видел этого человека. Я с ним разговаривал. Я разговаривал со многими менеджерами. Очень крупные банки, известные. Десятки даже мировых. Я могу вам сказать, что многие, ну большинство из них не годились в подметки. Тем, кто у нас сегодня, ну самым хорошим из тех, кого мне удалось в своей жизни воспитать. Ну правда там другие порядки. Это люди спокойные. Шесть вечера домой-домой. Плевать на всё. Но, когда человек знает, то есть и три года для этого не хватит. Но в конце концов, как бы, сегодня в России цена банковского служащего бешеная. Не в неуде взять людей. Потому что банки развиваются, нужны люди, нужны менеджеры. И сегодня найти работу сложно, но только не в банковской сфере. Там полно должностей. Но лучше, чем у нас, научиться этому нельзя. Почему? Потому что мы даем самый широкий спектр услуг. Учитесь. Делайте все операции. Каждую операцию вы должны уметь делать. Вы должны её понимать. Глубоко понимать. И нет проблем. А дальше вы идёте выше. А дальше вы готовы уже к продаже их контрактов за миллион в год возглавить какой-то банк. Вот. И я не обижаюсь совершенно, если кто-то от нас когда-то ушёл. Правда, не было ни одного из этих людей, о котором бы я жалел. Ну, собственно, никто и не уходил. Так те только, которые не выдерживают. И мы будем ещё и менять ко многим. Потому что нам нужны только в этой сфере люди, которые хотят себя проявить. И, что называется, герои нашего времени. А остальные, пожалуйста, у нас тут 650 человек работает. Будут работать в конце года 1000. Идите в клерки. И большинство из этих людей я никогда не видел никогда в жизни и не увидишь. Они меня не интересуют. Как менеджеры. Как люди, да. Это другой вопрос. Я всех люблю. Как христиане. Но, что касается общения, я общаюсь только с менеджерами. С людьми, которые хотят в жизни показать всем Кузькину мать. Что они лучшие. Самые лучшие. Что выше крыши. Что лучше нет. И вам всё время придётся это доказывать. А кто будет отставать, то это начнётся безнадёжный процесс. То есть, вообще, в бизнесе, как и в любви, ничего не бывает вот так. Нет предела. Как и нет предела в бизнесовом отношении. Они или идут вверх, или идут вниз. И мы сразу видим по данным, что это, ну, пишет через три года проработал. И пишет слёзно. Или выступает на совещании. И плачет, рыдает. У меня всего один компьютер. Да ёпыра святая. А где ж ты был все эти годы? Чего ж ты 10 компьютеров себе не установил? А потому что он раб. Внутри у него страх. Он никуда не обращался. Он никого не просил. Он не качал права. Он не говорил, у меня очередь стоит. Но когда уже его... Мы же всё время углубляем контроль. Если раньше мы там... Я банков всего занимаюсь меньше четырёх лет. То есть раньше мы там не знали, что у нас там делается. Мы с каждым днём всё глубже и глубже въезжаем. И всё время требуем всё больше и больше дар. И вот мы его уже начинаем дёргать. И он чувствует. Проблема. Ему надо что-то писать. А у него писать-то нечего. У него там очередь толпа. Один компьютер. Вот. И сто бабок стоит. Которые не знают вообще от ужаса. Зачем они в этот банк проклятых. Вот. И там хороший, но нехороший в этом районе. Вообще изобрели. Вот. И он в ужасе начинает метаться. Работать не будет. Не будет. А что же оно будет при таком подходе делать. Вот как бы и всё. Вся идеология нашего сотрудничества показать, что вы люди сильны. Что вы готовы качать права. Как только я чувствую, что человек приседает. Он для меня сразу превращается ровно в ноль. И дальше ему уже подыскивают работу. Потому что он уже не директор и директор. Можно спорить. Только не переходить на плохие слова. Или в цензурном варианте. И пожалуйста разные. И растём мы только благодаря таким, как Вы. Потому что у нас миллион всяких предложений. Мы каждый день всё время закручиваем, закручиваем. И здесь что получается? Чтобы Вы знали. В чём Ваша проблема главная? И моя в том числе. Потому что 90% людей сопротивляются, которые работают в банке. Они не хотят, чтобы мы развивались. Они считают, что мы помеха. Они считают, что это благодаря им. Полтера всякие, оперу, всякая дрянь, которая сидит и мешает работе. Они считают таким, как я. Что я глупости делаю. Ну что я вот это сопричьё набираю. Ещё и они тут буянят. Начинают это теребить. Такой бухгалтер что давает. Потому что они не понимают, откуда бабки берутся. А деньги берутся только, когда в голове есть инициатива. И возможность общаться с клиентом и его ломать. Не в плане как бы плохом. Потому что мы ведь не соковыжиматели. И мы не кровопийцы. Мы даём клиенту услуги, но они стоят денег. Но любая наша услуга, она стоит денег. Но это только если мы идеологически совместимы. Потому что я уверен, что среди вас есть идеологические противники. Которых здесь большинство. Весь аппарат – идеологические противники. Они будут вам мешать. Вы будете звонить, они будут вас посылать. Или выдумывать. Или говорить через три недели. Оно же горит. Не терпит. Быстрей. Слёт. Вперёд. Но вся ваша задача – это показать, что вы лучшие. Что вам нет цены. Вот. А дальше у вас дорога впереди. Господи, если бы мне было столько лет, сколько вам. И были бы такие условия для бизнеса. Ё-моё. Что можно сделать? Мир перевернуть. Поставить его наоборот. И всё. Вот такие как бы дела. Всё. До новых встреч.